Спорт.ФМ. 100% футбола Дмитрий, приветствую Добрый день Естественно, мы сегодня будем обсуждать закрытие трансферного окна в Европе Подведем итоги У нас прошли утром опросы Главный трансфер российской футбольной премьер-лиги Абсолютное большинство наших слушателей высказали, что это приход Ахмеда Мусы в ЦСКА Вы согласны? Однозначно Мне кажется, ЦСКА нужен был нападающий, чтобы усилиться И это, наверное, самое правильное решение, исходя из прошлого опыта То, что ЦСКА брал своих же форвардов, того же Вагнерлава и Думбия И они помогали Естественно, сейчас Муса это самая лучшая кандидатура на данный момент Он безболезненно вольется в коллектив Потому что... Не нужно будет адаптации Да 8-499-606-09-32 8-499-606-09-32 Это, соответственно, телефоны прямого эфира Спорт-ФМ И вайбер и ватсап 925-4-2-93-2 Можете присылать свои вопросы Также на смс-портал 5533 В начале сообщения Слово спорт Ну а сейчас у нас проходит другой опрос На странице Спорт-ФМ ВКонтакте Какой несостоявшийся трансфер Вы бы хотели видеть? Варианты следующие Мореза в Манчестер-Сити Отъезд Промеса в Саут-Гемптон Переход Смола в один из клубов английской премьер-лиги Возвращение Караваева в российский клуб На уход Паредеса и Зенита Джека в Челси Переход Пасторы в Интер Или свой вариант Здесь 55% пока голосуют За то, что хотели бы увидеть Переход Федора Смолова Один из клубов английской премьер-лиги Как вы думаете Дмитрий, правильно ли поступил Федор Смолов То, что отказал Сток-Сити? Я так понял Еще Суонси тоже Суонси, прошу прощения Суонси Поэтому, конечно, мне как футболисту Интересно было бы Видеть нашего футболиста В АПЛ Да В английской премьер-лиге Посмотреть вообще В какой бы мы готовности находимся Но, с другой стороны Федор сейчас находится В отличной форме Он сыгран со своими партнерами По клубу И, наверное, на данный момент Чтобы подготовиться к чемпионату мира Наверное, это может быть и правильное решение Неизвестно, что бы было Если он сейчас уехал Нужно все равно адаптироваться к новой команде Которая стоит на вылет Да, которая стоит на вылет Потом найти общий язык с партнерами Которые тебе будут правильно давать передачи А все-таки нападающий Это зависимый игрок Так что, на данный момент Может, ты правильно сделал А после чемпионата мира Возможно, появятся и более лучшие предложения А если чемпионат мира Не самым удачным образом Сложится для Федора? Ну, не будем загадывать Как говорится Ну, чтобы спешить Уехать в клуб Который находится сейчас на последнем месте Пусть он и обыграл в последних турах Ливерпуль и Арсенал Тоже, наверное, не стоит Поэтому Нужно стремиться к более, наверное Каким-то высоким целям Ну, а летом, соответственно, уже возможен переход в английскую премьер-лигу Причем там уже точно будет гарантировано Что весь сезон проведет ВПЛ Да, возможно, кто-то вообще другой появится на карандаше На горизонте Да, на горизонте Кто-то из наших молодых футболистов так себя проявит И обратят внимание там великие клубы Зинченко же играет в Манчестер-Сити Так что, хороший пример Да, кстати, вы же в Манчестер-Сити комментировали С Возбромич-Альбион Во-первых, как Зинченко, да Во-вторых, ну, опять-таки, мы сейчас говорили про Слонси Уровень команд, которые находятся в нижней части турнирной таблицы На самом... Я хочу сказать... Возбромич тоже Хочу сказать, что в английской премьер-лиге Все команды бьются от первой до последней минуты И всегда эти матчи непредсказуемы То, что Слонси сделал в последних двух турах Да, обыграл одних из лидеров Ливерпуля-Арсенал Возбромич Ливерпуля обыграл на кубок Тоже команда достаточно непредсказуема Во вчерашней игре, ну, естественно, шансов почти не было И то при счете, да, 2-0, забей Старич Хотя бы вот этот выход 1 на 1 Было бы 2-1 И не так было бы, может быть, позорно проиграть в концовке 3-0 Так что уровень высокий И даже, как мы видим, что из любой команды, которая находится на вылете Можно себя проявить как-то И тебя пригласят в более великий клуб Ну, а что касается Зинченко? Зинченко, на мой взгляд, потихоньку адаптируется Ему, такое ощущение, вот он один из любимчиков Гвардиолы Он стал ему доверять Через игру они играют, по-моему, с Данилой сейчас по очереди И в этой игре, ну, конечно, такого прессинга не было Он достаточно свободно принимал мяч Была возможность там адресовать партнеру без каких-то, да, там проблем Поэтому брака почти не было Несколько хороших передач Поворотом один раз пробил рядом со штангой Мяч пролетел И очень хорошо взаимодействовал со стерлингом на левом фланге Вообще, во вчерашней игре Очень много опасных ситуаций именно с левого фланга А потом, когда Дебрюйне заменили Последние минут 10 он играл в центре поля На своей более привычной позиции Не крайнего защитника, а такого центрального Но сейчас посмотрим по окончанию сезона еще какая будет более привычная для него позиция Возможно, возможно Но если он так будет продолжать Он вполне возможно, что может стать основным игроком Манчестер Сити А если брать вот уровень команд, на ваш взгляд, такой команде, как Манчестер Сити С одной стороны конкуренция, а с другой стороны, если тебе доверяют, наверное, полегче, да? Конечно, полегче И это очень приятно, что наравне со звездами, великими игроками Выходят такие одаренные молодые ребята Вчера тоже вышел 55 номер Диас И достаточно активен был, в 18 лет парню И такое подрастающее поколение Гвардиола подтягивает И на это приятно, да, смотреть Телефон прямого эфира 8-499-60-60-93-2 Напомню, сегодня в гостях у Спорт-ФМ Дмитрий Сенников Антон нам дозвонился, здравствуйте Добрый вечер, Спорт-ФМ Добрый Добрый вечер, Дмитрий, у меня к вам будет вопрос Вот как игроку, проведшему большую хорошую карьеру Я, вот, болельщик «Зенита» И предыдущий тренер, я нашел участку, да? Практиковал на сборах играть через день, да? То есть, при этом, ну, играми 20 сала Сейчас, как бы, играется нормально Тыков через три дня играется матч То есть, как вы считаете? Или было ли у вас такое, что можно готовить команду Именно через игры? Или все-таки фундамент физической подготовки Он должен закладываться именно в тренировочном процессе? Потому что, по моему мнению, команда в прошлом сезоне Весеннюю часть просто провалила Она не бежала, не была готова Спасибо Спасибо за вопрос Да, спасибо Может, просто Луческо привык с бразильцами в Донецке работать? Они же любят больше играть, чем тренироваться Нет, ну, это, может, европейский подход Потому что многие команды Европы готовятся там короткий срок У них короче перерыв Да, короче перерыв Они уже в чемпионате, можно сказать, набирают свои кондиции Луческо, наверное, из-за того, что была обойма большая Ему надо было определиться Ему нужно было определиться Поэтому он там назначал игры через день Играла одна группа, вторая и третья Но, с другой стороны, вот по своему опыту Правильно все-таки нужно, да Все-таки проводить игры там через два на третий Там недельный цикл уже, когда ты подходишь Именно к началу чемпионата или к старту Еврокубков Так что определенная какая-то должна пройти Сначала там беговая работа, силовая, техническая, тактическая и так далее Нельзя просто сразу после отпуска с первого дня выйти на поле и играть Но методики всегда меняются Потому что в свое время мы выходили из отпуска В отпуске почти ничего не делали, да Приходили там и как заново там У нас все болело А сейчас спортсмены более профессиональные Они себя в отпуске уже готовят Им дают определенную программу Они уже готовят на какой-то стадии физически готовые Они должны прийти именно уже на первый сбор А в вашем локомотиве начала нулевых такого не было? Или кто-то с собственными усилиями? Рекомендовали, но за этим никто не следил Потом уже когда там пришел Муслин, Рахимов Уже с более европейской такой системой Уже давали часы, уже проверяли Уже за это штрафовали, если ты не проделал работу и так далее Ну вот мы так плавно перешли к теме московского локомотива Который лидирует с отрывом 8 очков Опять-таки сейчас всевозможные приобретения У локомотива каких-то громких приобретений, переходов нет Это так оно и должно быть в команде, которая лидирует? На мой взгляд, да, вот сложно сейчас кого-то добавить Локомотив достаточно слажен Чтобы не нарушать вот эту внутрикомандную, как же много говорить, химию Да, аура какая-то, дружелюбность Ну, все вместе Да и на поле, мне кажется, сейчас собраны те футболисты Ну, кого заменить? Я не знаю Сейчас еще добавился... Не, а зачем заменить? Добавить Добавить, да, ну кого-то ж надо убрать из 11 Это всегда сложно Локомотив прекрасно провел концовку сезона Обыграл там почти всех соперников Не знаю, сколько, 6 побед или 7 подряд Поэтому Ари добавился, Черлука выздоровел В общем, много еще молодых и талантовых ребят Которые всегда готовы вступить в бой Так что самое главное сейчас правильно распределить вот эту подготовку предсезонную Единственное, вот то, что Зенит сейчас выигрывает, да, все матчи на предсезонных сборах Ну, это тоже иногда напрягает Ну, это иногда, да, тоже Может, и не всегда правильно Так что стоит, наверное, проиграть, чтобы у тебя какая-то мотивация возникла Что вот есть над чем работать Соперники сложные и так далее А вы согласны, что Локомотив по первой части чемпионата Если в первых матчах в начале можно было говорить о каком-то везении О том, что команда вытаскивала на жилах А вот ближе к перерыву уже игра появилась Мне кажется, прошлый год достаточно тяжелый был Потому что Юрий Павлович пришел, ему надо было заново поставить игру, команду Зарядить ее каким-то настроем Я скажу, ну, команде не совсем везло Что везло? Тосно проиграли, там, Амкару проиграли дома Еще в каких-то играх тоже достаточно неудачно было Но кого обыграли, тот же Зенит, ЦСКА, Краснодар Все по игре И обыграли главных своих конкурентов Так что о чем говорить? Со Спартаком, может быть, повезло, потому что Самедова удалили Но, знаете, как говорится Надо было еще забить четыре мяча Все-таки умудриться Так что, я думаю, все пока закономерно И если Локомотив сможет сейчас после этого перерыва Продолжить так же играть Если ничего не помешает Какая-то эйфория не наступит у игроков То должны довести этот сезон до победы 8 499 60 60 93 2 Это телефоны прямого эфира Спорт.ФМ Можете задавать свои вопросы Дмитрию Сенникову Так, Захар напишет, добрый вечер Как вы думаете, Вермблом отойдет на свою позицию опорник Или продолжит играть в нападение Ну, мне так кажется, что с приходом Мусы Логично было бы вернуть Да, вот насчет Вермблома Я считаю, что это было правильно Ну, такое временное решение Перевести его в линию нападения Он здорово сыграл Забил много важных мячей Но все-таки в таком возрасте Перестраиваться в нападающего Когда ты полезен в центре поля И я думаю, если бы он насовсем перешел То кто тогда его заменит? Все-таки Надха, Головин, Загоев Ну, это люди, которые любят созидать А не отбирать Поэтому Вермблом, мне кажется, с приходом Мусы Должен вернуться на свое место Ну, и в этой тройке лишний Надха получается Да Ну, Надха никогда не лишний Он всегда может выйти И одной передачей или ударом Решить игру Все-таки игрок опытный и классный Но Вермбл опустим на свою позицию Муса станет впереди ЦСКА станет сильнее Есть еще у нас звонки Александр, добрый вечер Алло, добрый вечер У меня вопрос Дмитрий Сеников По поводу трансфера футбольного клуба «Мотив» Как вы считаете, какие позиции нуждаются в усилении? Потому что, на мой взгляд, трансферы необходимы И мы, как минимум, одна-две позиции в команде в футбольном клубе «Мотив» нуждаются в усилении Какие именно позиции? Может, какие-то есть игроки приметь? Дмитрий Сеников Ну, мы только что говорили про «Локомотив» Наверное, сложно Еще один центральный полузащитник Нет, сложно, да Тут, как бы, коллектив достаточно сложившийся, в принципе Вот я помню, просто вспоминая, если 2004 год К нам пришел один футболист И мы выиграли чемпионство Это «Лима» Вот если такого уровня футболиста, который там может просто Ему не нужно время сыгрываться с кем-то Пришел своим вот этим статусом, своей игрой и мастерством И вместе с командой стал чемпионом Просто одного не нужно сейчас на перспективу Нужен такой какой-то игрок, который прям победитель по духу Ну, надо, короче, сейчас катиться по накатам, а летом уже, возможно, и будут какие-то приобретения Да, я думаю, конечно Потому что «Локомотив», естественно, очень, очень близок, как никогда, к чемпионскому титулу Ну, тут, естественно, уже начинают спорить, что в игре с «Зенитом» «Локомотиву» повезло в первом тайме Когда «Регони» должен был забивать Ну, должен, не забил же, в конце концов Что, кстати, у «Зенита» Почему у «Зенита» не получается позиционная игра, позиционное нападение? Я «Зенита» много смотрел игр И они немножко увлекаются, конечно, атакой И, в принципе, да, были хорошие моменты, когда и против «Локомотива» забей И все было бы по-другому Ну, как, у всех команд бывают такие ситуации И «Зенит», наверное, ошибка, что немного увлекается Они не предвидят контратаку Они играют всегда с позиции силы А нужно все-таки предусмотреть Особенно такие команды, как «Локомотив», которые опасны Которые за 4-5 секунд могут пройти 70 метров поля И забить мяч То, что и делал «Локомотив» со «Зенитом» И у «Спартака» тоже вот такие ошибки возникают Когда команда подает угловое, а пропускает свои ворота Все увлекаются, все думают, мы сильнее, мы сейчас их задавим Нужно все-таки быть аккуратнее А вы согласны с тем, что «Зениту» сейчас не хватает вот такого лидера Типа «Халка», «Дани» или «Целя»? Вот такого игрока Команда достаточно ровная Да, нету какой-то личности И вот недавно даже комментировал игру «Спартака» «Халк» играл против Конечно, он в прекрасной форме Уехал в Китай, но до сих пор на высочайшем уровне И, возможно, да, если бы пришел такой какой-то прям игрок с именем Поиграл, может, что-то выиграл даже В Европе Наверное, усилил Я думаю, Манчи не хочет, наверное, взять кого-то И, возможно, еще будут какие-то приобретения Потому что в России еще есть время Есть у нас еще звонки Игорь, добрый вечер Олег, господа, вечер добрый Здравствуйте Вопросик по английскому футболу Вот сейчас, как бы, такая ситуация, что, как бы, Сити никуда уже из четверки не вывалится Остается четыре команды, которые претендуют на три места Вот на ваш взгляд, какая команда будет лишней И еще самый вот такой главный вопросик Если Сити возьмет Лигу Чемпионов, то сколько команд от Англии будет играть в этом турнире? Все, спасибо Спасибо вам за вопрос Ну, давайте Ну, если Лигу Чемпионов возьмет, наверное, пять команд же, да? Да, я так понимаю, да По... Ну, Сити не просто из четверки не вывалится А если еще кто-то Лигу Европы возьмет, то... Сити с первого места уже не вывалится никуда Сложно, сейчас такие переходы Унайтед, Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм, Арсенал Ну, Тоттенхэм вчера мне очень понравился Ну, на мой взгляд, Тоттенхэм... Хотя он не попадает в четверку Пока Тоттенхэм и Манчестер Унайтед должны проходить в эту четверку По игре? По игре, да За остальные места будет борьба Потому что Арсенал достаточно нестабилен, особенно на выезде плохо играет Дома они могут, мне кажется, всех обыграть Челси тоже... Странное, что-то происходит Да, Бормуту проигрывают 3-0 дома Хотя вроде ничего не предвещало Такого результата Поэтому посмотрим, посмотрим, кто бы вот это займет четвертое заветное место Но, на мой взгляд, Манчестер Сити... А, и Ливерпуль еще Вот Ливерпуль, кстати, наверное, и займет Манчестер Унайтед, Тоттенхэм и Ливерпуль То есть это прогноз Дмитрия Сенникова Первый Сити, а остальные три места Юнайтед, Тоттенхэм и Ливерпуль Челси, Арсенал, еще там две лондонские команды за пределами, соответственно, четверки Я думаю, да Ну, по крайней мере, сейчас по игре Возможно, сейчас Челси усилился, Арсенал тоже, да, Мхитарян пришел, как он будет играть И Абумиянг И Абумиянг, быстрый форвард Поэтому, возможно, что-то тоже поменяется А насколько нужен Арсеналу, на ваш взгляд, Абумиянг? Да, потому что там есть Лекозетта, был Жиру, но он ушел Такие два, может быть, одноплановых нападающих или, может быть... Нет, ну, Абумиянг, мне кажется, другого плана Он может на фланге сыграть, допустим Похоже, он больше, как на Санчеса И, допустим, ну, он быстрый игрок Он может убежать, он может сам что-то создать Тот же Лекозетт хорошо там принимает, Жиру борется Это такие массивные, атретичные нападающие То есть, условно говоря, можно предположить, что Абумиянг сыграет не чистого форварда, а крайнего нападающего Такого, да, который может убежать Естественно, в Англии, когда Арсенал будет играть на выезде, давление будет до противоположной команды Есть шанс играть на контратаке В контратаке Абумиянг может убежать и забить то, что он много раз делал в Дортмунде Я к тому, что они могут выходить вдвоем с Лекозеттом или все-таки будет ротация? Почему могут? Все зависит от тактики, как будут располагаться центральные полузащитники Будут играть с фланговыми атакующими полузащитниками или там сконцентрирована тройка будет в центре поля Посмотрим, будет ли играть Семхитарян Сейчас тоже, я думаю, Виндер не сразу его поставит Постепенно будет подтягивать Уилшир, по-моему, тоже В общем, состав у них хороший, есть кому играть Ну и тут спрашивают о перспективах Манчестер Сити в Лиге Чемпионов Наверное, еще рано говорить о перспективах Хотя на сегодняшний день, конечно, игра Манчестер Сити впечатляет На данный момент, да, но, как говорится, все ждут от Манчестер Сити титулов, а их нету Ну, один уже практически в кармане, это... Кубок? Нет, победа в чемпионате Англии Ну, чемпионат еще все-таки достаточно длинный Раньше времени нельзя поздравлять Хотя в прошлом году Челси тоже оторвался и уверенно довел дело до победы Мне кажется, в Лиге Чемпионов есть В Манчестер Сити очень хорошие шансы Но, как говорится, что будет, если он попадет на Барселону или Реал Хотя Реал в этом сезоне, на мой взгляд, играет не очень хорошо Дмитрий Синников, бывший игрок московского локомотива Сегодня в гостях у Спорт.ФМ Меня зовут Игорь Хэтманов На странице Спорт.ФМ ВКонтакте продолжается наш опрос Какой несостоявшийся трансфер вы бы хотели видеть? Пока лидирует вариант переход Смолова в один из клубов английской премьер-лиги Ну, а на втором месте отъезд Промеса в Саут-Гентон Наверное, это недоброжелатели московского Спартака голосуют за отъезд Промеса в Саут-Гентон Ну, Промеса помоложе Смолова, да, у Промеса уж тем более Будут варианты еще заиграть в английской премьер-лиге Я думаю, у него очень хорошие шансы И Спартаку, наверное, в определенный момент придется расстаться Если будет хорошее предложение Мне кажется, зачем отказывать И для игрока, для его карьеры тоже очень важно как-то расти вперед Так что посмотрим, произойдет что-то или нет Но этот чемпионат он уже доиграет точно московского Спартака Что касается московского Спартака, то они взяли Софьяна Хани Да, атакующего полузащитника капитана Андерлехта Николу Максимовича Который, возможно, перезапустит свою карьеру в Спартаке Вообще, на ваш взгляд, вот это тяжело, когда ты переходил, допустим, в Наполе и Сторину По-моему, там за 20 с чем-то миллионов, да Тогда по тем еще времена, в общем, такие довольно внушительные деньги Тем более для итальянского чемпионата И потом не играть, да, не попасть в основу И сейчас вот перешел на московский Спартак, вот как сложится? Очень сложно, ну, мне кажется, сложно В любом случае, когда тебя покупают за большую сумму И это давит, может быть, это на него и давило в какой-то степени Психологически, конечно Есть такие футболисты, которые, ну, неважно Купили меня или там я бесплатно пришел и так далее Но хочется отрабатывать, да Если там Ван Дейка купили за 84 миллиона в Ливерпуль Вы удивились? Для защитника, ну, это какая-то баснословная цена И поменять, получается, Каутини за 120, купить Ван Дейка за 84 На мой взгляд, это не совсем, как бы, равносильно Поэтому, не знаю, Максимович, на мой взгляд, поможет Спартаку Спартаку сейчас как раз и нужен защитник, да, Джеке сломался Хотя в первом матче своем он сразу же там, по-моему, обрезал Ну, неважно, все равно нужно время Время, чтобы сыграться У него не было постоянной игровой практики Все-таки, когда футболист просто тренируется У него нет мотивации, чтобы выйти на поле Это всегда очень сложно Я помню, когда я попал в Локомотив В звездный состав Мне нужно было определенное время Я первый год просидел на лавке 7 игр подряд Ну, это психологически очень сложно Потому что, когда тебе дают потом шанс Ты просто работоспособностью берешь И, может, что-то не получалось Но я бегал все 90 минут, как угорел и отнимал мячи Там, не знаю, и так далее Это Юрию Павловичу понравилось Моя самоотдача прежде всего А технический брак, конечно же, был его не избежать А потом, когда у тебя постоянно есть игровая практика Ты уже как игрок начинаешь расти И я думаю, Максимович с его опытом Все-таки хороший игрок, защитник Я думаю, что он должен влиться в Спартак спокойно Телефоны прямого эфира Спорт.ФМ Телефон, точнее, 8 499 60 60 90 3 и 2 Приветствуем Арсения Арсений, здравствуйте Дмитрий Игорь, добрый вечер Добрый Если позволится, я про Англию Мы все знаем, что вчера закончилось трансферное окно Вот есть два примера Манчестер-Сити и Челси В Сити Пев Гвардиола, грубо говоря, указывает пальцем на тех игроков Которые ему нужны Клуб это обеспечивает Антонио Конта же, в свою очередь, уже волком вводит на интервью На пресс-конференциях Со словами, что я могу работать только с теми игроками Которые мне дает клуб Как вы считаете, насколько тренер может и должен вмешиваться в трансферную политику клуба? Спасибо Ну, насколько я понимаю, приход-то Жеру как раз-таки Конта искал нападающего, да? Я думаю, да, конечно, Жеру сейчас, возможно, поможет клубу Но что тут жаловаться? У тебя есть азар Мне кажется, футболистом высочайшего уровня Это то же самое, что Дейбрюин и Манчестер-Сити Ну, на мой взгляд, примерно где-то равносильно В плане того, что возможности... Естественно, тренер хочет там много кого купить Но возможности клуба не беспредельны Ты не можешь там... Есть же фаерплей, ты не можешь потратить там сколько-то денег И никого не продать Должны эти суммы как-то сходиться Поэтому, наверное, нужно как с руководством, с президентом клуба это обсуждать Кто именно нужен тебе на конкретную позицию Команда в прошлом году стала чемпионом Англии И, в принципе, ну, состав... Ну, а о том, что короткая скамейка у Челси говорили в прошлом году Они не играли просто в Еврокубках Да, но... Наверное, может, и это помогло им как раз стать чемпионами Естественно, нужно усиляться, но финансовые возможности не безграничны А потом не будем забывать, да, про Марину Грановскую Которая работает в Челси И, соответственно, тоже ведет трансферные дела клуба И так далее и тому подобное Насколько я понимаю, у Конта не лучшие взаимоотношения вообще с менеджментом Челси Ну, скорее всего, он покинет клуб Ну, это всегда делается в таких великих клубах Когда невозможно всегда на пике быть У тебя вот сезон-два, команда какой-то выдает сумасшедший футбол Что сейчас происходит с Реалом? Два года они просто играли в какой-то просто космический футбол, на мой взгляд Их в прошлом году невозможно было обыграть А в этом году их обыгрывает и Жерона, и Нищу они играют, и из Кубка вылетают А вы согласны, что Реал немножко... Подстал явно Да, подстал и запоздал, может быть, с каким-то обновлением состава Да, им что-то не хватает Поэтому там была дисквалификация Роналда в самом начале, пять игр пропускал Может быть, не хватило его такой статусности на поле Потом еще там были травмы Поэтому, ну, все равно у таких команд бывает спад Поэтому, естественно, тут в этом случае нужно обновление какое-то Либо как-то должен тренер заново игроков заводить Потому что все выигрываешь У тебя уже, ну, присыщаешься победами этими Может, уже нету какого-то стимула Еще у нас звонки Александр, здравствуйте А, здравствуйте Ну, вот, я недоволен то, что не продали никого из центральных защищенников «Спартак» Или «Бакет» или «Тоски» Так «Тоски» уйдет, скорее всего Ну, ведь сейчас не ушел, а уже окно закрыло А вы-то почему недовольны? Чем больше игроков, тем лучше Ну, мне кажется, что «Тоски» все равно уйдет, но летом у него там заканчиваются контракты Мне кажется, что... Можно было за хорошие деньги продать? Нет, да, во-первых, можно за хорошие деньги и купить Вот все говорят про бразильца и вот купить Причем я видел нарезку, ну, мне, например, он понравился Ну, по нарезке это я про себя могу тоже снять ролик Я понимаю, но мне кажется, что перспективный боезащитник Его сейчас вот как раз наигрывать уже можно было бы Вот, ну, а Бакетти, опытный футболист, он сидит на лавке Сколько ему там, уже 30 с чем-то лет, но вряд ли он уже будет сильнее играть То есть тоже уже как бы это баланс То есть вы считаете, что у «Спартака» перебор центральных защитников? Нет, не перебор, что раз купили Максима Вот купили, как раз недобор, но немножко другого класса нужны они Вот, класс защитников центральных «Спартака» Он под задачей, он не отвечает задачам «Спартака», скажем так Нужны более сильные Вот, ну, это мое мне А вопрос у меня можно? Да, Дмитрий, да, задавайте Да, вот, как раз вот по пришедшему новичку Скажите, пожалуйста, то, что он постоянно играл Ну, во-первых, то, что он не играл практически полтора года А во-вторых, то, что он играл по схеме с тремя центральными Это как вообще вот, сложно переходить, не сложно Максимович? Да, мог ли тут проблема возникнуть? На мой взгляд, особых проблем не должно быть Потому что я сам по себе помню Когда мы играли в три, в четыре защитника Это не имело значения Тут дело сыгранности Потому что от двух центральных Или от любого центрального защитника Идут все построения, схемы И, естественно, и крайние защитники равняются Держат эту линию Идут взаимопонимания Страховка друг друга и так далее Поэтому, на мой взгляд, может быть и лучше, что кто-то остался Сейчас, если бы новый бразилец пришел Возможно, пришлось бы какое-то время его подстраивать игру Спартака Под игру Хотя и Максимович тоже Дело в том, что на поле вообще Сарри-то играет в четыре защитника В этом сезоне Ну, в принципе, это не важно Там перестроиться не так сложно А как легче с трех центральных на два перестраиваться? Или наоборот? Мне кажется, без разницы Без разницы? Ну, если есть проблемы То лучше, конечно, играть в три Это более надежно, спокойнее Но когда ты уже у тебя Со всеми четырьмя защитниками Есть взаимопонимание Ты знаешь, куда бежать, кого страховать Тебя тоже партнеры всегда поддерживают И выручают То, мне кажется, оптимально в четыре играть И как бы не думать ни о чем другом Реклама Итак, тема занятия Обгон Запишите формулу Обгон равно Коэффициент опыта водителя Умножить на корень Из сцепления с дорогой Делим на усталость Плюс расстояние до встречной машины Помноженное на погодные условия И все это в степени равной Количеству пассажиров Все понятно? Сложно! Помните, обгон Это опасный и сложный маневр Во время которого Необходимо учесть множество факторов Компания «Повод для обгона» Проводится российским союзом автостраховщиков Подробности на бездтп.рф Спорт.фм Болеем за наших! Спорт.фм Сто процентов футбола Продолжаем говорить о футболе Дмитрий Сенников Бывший игрок «Локомотива» Сегодня в гостях у Спорт.фм Меня зовут Игорь Катманов И я приветствую в студии с новостями Дмитрия Томниковского Дим, привет! Да, спасибо всем еще раз в добрый вечер И начинаем с главной темы сегодняшнего дня Владимир Путин призвал воздержаться от эйфории В связи с решением КАС Президент отметил, что России еще много предстоит сделать В сфере борьбы с допингом Глава государства при этом подчеркнул, что заключение Спортивного арбитража в Лозане Не может не радовать По его мнению, оно подтверждает позицию нашей страны О том, что большинство российских спортсменов чистые Но я напомню, что сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозане Полностью удовлетворил апелляции 28 наших атлетов на решение МОК О пожизненном отстранении от игр И аннулировании их результатов С Олимпиады в Сочи Апелляции еще 11 спортсменов Были удовлетворены частично Они будут отстранены только от предстоящей Олимпиады Которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане Ну а теперь о футболе Олег Шатов, Александр Анюков и Михаил Киржаков Внесены в заявку Зенита 2 Напомню, что согласно регламенту Игроки смогут принять участие в матчах основной команды В чемпионате России В случае надобности Анюков в январе продлил контракт с петербургским клубом До конца следующего сезона Он будет выступать в роли играющего тренера Зенита 2 Киржаков не сыграл ни одного матча За основную команду в текущем сезоне Напомню, что в прошлом сезоне Вратарь на правах аренды выступал за Оренбург Ну а будущее Шатова По-прежнему неизвестно Краснодар хотел арендовать этого полузащитника Но, как сообщалось, Зенит был против этого Да, отдавать Ну, одному из конкурентов А тем временем капитан Спартака Денис Глушаков В ближайшие несколько дней будет тренироваться По индивидуальной программе Полузащитник получил травму накануне В товарищеской игре с Софийским ЦСКА И был заменен на 65-й минуте Сегодня Глушаков прошел медобследование Которое выявило у него сильный ушиб поясницы И его участие в субботней контрольной игре С китайским клубом Хэбэй Чайна Форчун Пока под вопросом Между тем, Спартак внес 25 игроков Списака для участия в плей-офф лиге Европы И здесь стоит отметить, что В заявку попал новичок Софьян Ханни Который накануне перешел в московский клуб Из Андерлехта В то же время в заявке отсутствует Георгий Джики Который получил тяжелую травму Трестообразных связок колена Ну и также стоит напомнить, что Защитник Никола Максимович, перешедший в Спартак Из Наполя на правах аренды Заигран за итальянский клуб И не сможет помочь Спартаку в Лиге Европы Ростов на тренировочном сборе в Турции Сегодня уверенно обыграл Пражскую Дуклу в товарищеском матче 3-1 дублем в составе команды Валерия Карпина Отметился нападающий Владимир Дидюн И следующий контрольный матч Ростов проведет 5 февраля Против Черногорской будущности Новостям из европейского футбола Полузащитник Панчестер Юнайтед Муран Филайни Может пропустить до двух месяцев Из-за очередной травмы Накануне в игре с Тоттенхэмом Бельгиец вышел на замену во втором тайме И был заменен спустя 7 минут У него повреждены связки колена Из-за чего Филайни может потребоваться операция В ближайшее время игрок пройдет углубленное медобследование Которое позволит определить точный диагноз И методы лечения Ну и последнее Болельщики Айнтрахта и Лейпцига Намерены бойкотировать матч чемпионата Германии Который пройдет 19 февраля во Франкфурте на Майне Это протест против действий немецкой футбольной лиги Фанаты обоих клубов договорились о бойкоте игры Из-за того, что ее поставили на понедельник Такое в Германии произошло вообще впервые И болельщики Лейпцига вообще не поедут на Вест Хотя в прошлом сезоне их во Франкфурте было около 2000 А Айнтрах в свою очередь выразил уважение позиций фанатов Ну у нас часто бойкотируют понедельничные матчи Судя по тому, сколько народу на трибуну А также пятничные, субботние и воскресенье Ну понедельничные особенно Потому что там, как правило, такие топ игры бывают по понедельникам Хотя иногда, кстати, бывают и действительно интересные матчи Спасибо большое, это были новости спорта с Дмитрием Томниковским Ну а мы продолжаем Меня зовут Игорь Катманов В студии Спорт.ФМ сегодня Дмитрий Сенников И тут вопрос лично вам, Дмитрий, пришел Хотел бы задать вопрос Дмитрию Дмитрий, в 1998 году у вас была возможность перейти в Зенит Но вы, будучи петербуржцем, выбрали ЦСКА Что именно послужило причиной именно такого выбора Еще вопрос, было ли у вас желание поиграть за рубежом И были ли вообще серьезные предложения Начну с последнего За рубежом не было серьезных предложений Единственная была возможность, когда Марат Измайлов уезжал в спортинг Им нужен был защитник Прямо срочно И речь шла обо мне Но в тот момент у меня была травма Я не смог поехать Поехал Маренхат тогда У нас выступал А что касается Зенита То так сложилось, что Когда меня мама отдавала футбол в 1975 году Зенит стал чемпионом И тем составом руководил Павел Федорович Садылин Которого я, можно сказать, с детства уважал И мечтал, наверное, играть И в 1998 году Когда выбор стоял, куда переходить Когда было вот это предложение Я пошел просто к тренеру К Павлу Федоровичу Садырину И все Если бы в Зените он был бы Я пошел бы туда А вы до этого были знакомы с Садыриным? Так, заочно, наверное, не общались Но когда произошел диалог То, что я понял, что он хочет меня видеть в своей команде Пусть у меня сезон не сложился Но в дальнейшем он повлиял на мою карьеру Потому что потом я у него играл в Рубине в Казанском в 1999 году И благодаря ему я попал к Юрию Павловичу Семину Он меня рекомендовал с очень хорошей стороны Потому что они дружили И, наверное, вот этой всей локомотивской карьеры Я ему и благодарен Все, кто знал Павла Федоровича Садырина близко Говорят, что это был прям такой... Это настоящий мужик, хороший человек Который, если ты играешь плохо, он тебе мог сказать в открытую И это мне больше всего нравилось Когда тебе не говорят какими-то там загадками Или в тихую убирают из состава Он сказал, ты такой-то такой-то, сякой И все нормально И понятно, и доходчиво И ты мог исправиться сразу 925-4-2-93-2 Это вайбер и ватсап Можете задавать свои вопросы Дмитрию Сенникову И также звонить 499-60-60-93-2 Вопрос про Арсенал Ваше мнение Так ли плохо Жеру? Настолько он хуже Абами Янга? Ну, наверное, Жеру это... Просто разные игроки Да, разноплавные игроки Естественно, Жеру давно уже хотел уйти Ну, мне кажется, ему нужно было что-то поменять Больше, чтобы было игрового времени Да, они с Локасетом чем-то похожи, наверное, такие Центральные нападающие Абами Янг все-таки быстрее Не знаю, много забивает Ему сейчас будет интересно На новом уровне себя попробовать Все-таки чемпионат Англии Я считаю, в Европе Да и, может, и в мире сильнейший, да, получается? Ну, где Европа, там и мир, да, получается Поэтому, я думаю, он сам себе Сделал вызов Абами Янг И будет изо всех сил Лезть из кожи, чтобы, наверное, доказать, что они просто так его купили Ну, Абами Янг все-таки игрок такой с непростым характером Да, в Дортмундской Баруси уже не раз его отстраняли от игр за нарушение Ну, как говорится, если есть характер, неважно, как он проявляется Все равно это хорошо Эмоциональный игрок Его можно завести, разозлить Самое главное, как тренер правильно к нему найдет подход А Мхитарян – это арсеналовский игрок? Вот по стилю? По стилю, по идее, он в любой коллектив вольется Арсенал все-таки комбинирует, играет в какой-то футбол Достаточно такой техничный Поэтому Генрих должен со временем, я думаю, безболезненно влиться в состав И стать одним из лидеров Как он и делал во всех командах В том же Манчестере Юнайтед прошлый сезон Он достаточно хорошо провел В этом сезоне, может, что-то не получилось Там какие-то разногласия по позициям с тренером Еще что-то Но это звезда, я считаю, и классный футболист Что касается Арсенала, много критикуют Арсена Венгера Вы согласны с тем, что засиделся Венгер в Арсенале? Или, может быть, Арсенал просто сегодня по своему потенциалу Даже не способен прыгнуть выше головы И конкурировать с тем же Сити или с тем же Юнайтед? В английском чемпионате очень большая конкуренция И Арсенал молодцы, что держатся в этой пятерке, шестерке Они все равно борются за четвертое место И, я думаю, до конца будет непонятно, кто займет И чтобы менять Арсена Венгера, который уже провел столько лет Нету больших спадов Если он там опустится, Арсенал, на десятое место, допустим Или еще ниже куда-то Но это уж слишком, по-моему Да, но в прошлом году много слухов говорили Но они же выиграли кубок И, я думаю, опять вернул любовь болельщиков Плюс сейчас команда стала делать покупки, обмены какие-то, усиливаться Поэтому, возможно, они сейчас и опять поднимутся на какой-то новый уровень Ну, это опять-таки, да, это все делается под Венгера А если, к примеру, Арсенал поменяет тренера летом И придет тренер, который работает в другой стилистике Говорят в том числе Полсостава придется менять тогда, да? Новых игроков набирать Да, и что с тем же Генрихом, условно говоря, или Абамиянгом? Неизвестно, да Потому что каждый, как это, новая метла метет по-новому И все, возможно, будут изменения большие тогда А сейчас достаточно стабильно Все равно Арсенал попадает и в Еврокубки Борется за высокие места в чемпионате Всегда, как бы, команда на слуху И мы знаем, что это такой великий клуб Я напоминаю, что сегодня в гостях у Спорт.ФМ Дмитрий Сенников Бывший игрок московского локомотива Можете задавать свои вопросы на вайбер и ватсап 8-925-4-2-93-2 Это вайбер и ватсап Ну и также звонить, только уже после новостей 8-499-60-60-93-2 Спорт.ФМ 100% футбола Продолжаем говорить о футболе Еще раз всем добрый вечер Также приветствуем слушателей из Санкт-Петербурга Которые к нам присоединились У них была программа 100% Петербурга Меня зовут Игорь Кэтманов И у нас в гостях сегодня бывший Негрог московского локомотива Уроженец, кстати, Санкт-Петербурга Дмитрий Сенников Также напоминаю вайбер и ватсап 925-4-2-93-2 55-33 в начале сообщения Слово спорта Это для ваших смс-ок Ну и телефон наш 8-499-60-60-93-2 И уже приходят вопросы Тут ко мне вопрос С чем связана низкая результативность чемпионата Аргентины Ну я тоже, Надя, там долго думал, честно говоря В последние годы Наверное, с плохой реализацией, во-первых Потому что многие аргентинцы более-менее талантливые Все уезжают Это в Европу То с низким качеством футбола Да, и те команды, которые там есть Многие, они стараются играть от обороны У меня вот объяснение, наверное, в первую очередь Низкий уровень игроков атаки Ну конечно, должны технически быть На высоком уровне футболисты Естественно, когда Всех забирают еще там в 16-17-летнем возрасте Да, 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 это проблема Все ребята уезжают Защищаться легче, чем атаковать это всегда Поэтому я думаю Чем меньше таких атакующих футболистов Защитникам аргентинским становится полегче Хотя в Голландии другой вариант Там тоже 16 лет Ну там и футбол изначально был немножко другой Да, там и защитники все заточены на атаку Наверное, да Ну, может быть, какое-то просто поколение такое Сейчас пройдет какое-то время И опять будут забивать По три, по четыре мяча в каждой игре Ну а сейчас мы отправляемся в Турцию Где находится наш ведущий Комментатор Матч ТВ Филипп Кудрявцев Филипп, привет Да, добрый вечер Фил, ты пообщался с одним из новичков Московского Динамо Раушем Да, скажи, пожалуйста, какое впечатление он на тебя произвел Насколько хорошо он говорит по-русски, во-первых Ну он говорит по-русски хорошо И самое главное, он говорит по-русски смело То есть есть футболисты, которые пока в совершенстве не овладеют языком Они боятся давать интервью Они боятся сказать, что чего-то лишнего В Урауш абсолютно такого нет Он хочет говорить по-русски, он старается Соответственно, как можно больше общаться на этом языке И с своими партнерами в том числе Он не стесняется Что-то спрашивает на тренировках, допустим Он что-то недопонял, вот я лично видел Кому-то подойдет, спросит, что я конкретно имел в виду Один из тренеров или партнера и так далее В этом плане все в порядке Говорит, понимает, ну здорово Ну а что касается его немецкости Чувствовалось это во время интервью? Да, может быть, как-то аккуратно старался отвечать на вопросы Не затрагивать какие-то... Да, 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 да Попросили его рассказать стихотворение Или спеть песню на русском языке Из того, что он знает, кого что знает Но стеснялся воспроизвести Наверное, в этом немецкости есть Ты побывал на контрольном матче Товарищеская игра Ростова с пражской Дуклой Твои впечатления и, во-первых, как там Валерий Карпин? По-прежнему так же эмоционален? Да, матч закончился буквально минут 15 назад Сейчас я едем как раз в отель С этой игры Валерий Карпин, во-первых, отлично, как я уже понял Знает коллектив Со всем футболистам Уже у него определенные требования выработались Да, то есть хорошо понимает, от кого ждать На самом деле, вот сейчас тему игры от обороны Каким-то образом затрагивали Но из того, что я успел услышать Это очень актуально было сейчас для Ростова Поскольку мы же знаем, что Валерий Карпин В принципе, приверженец игры атакующей С владением мечом и так далее А Ростов команда, которую мы привыкли видеть В общем-то, по большей части играющая от обороны И поэтому было интересно Кто под кого будет подстраиваться Ростов под Карпин Теперь Карпин под свою новую команду И если на первом сборе Карпин пытался играть 4 защитника Я вот не видел тех матчей Не могу сказать, какой характер начала игра Но вот исходя из схемы, по крайней мере Казалось, что Ростов хочет перестроить То сейчас, в общем-то, как будто возвращение к Бердыевским истокам произошло Потому что схема в 5 защитников Причем именно схема такая Которая была у Бердыева 5 защитников 2 нападающих Все по тем самым конспектам такое впечатление И вот, допустим, первый тайм сегодня Ростов играл вообще без мяча И это не было вызвано тем, что Дукла выше классом Естественно, она ниже классом Ростов просто намеренно отдавал мяч И здесь первый тайм сидел на своей половине поля То есть считанное количество раз команда, в принципе, получала мяч в атаке И гол был забит на первых минутах в контровый путь И после этого сидели-сидели-сидели на своей половине поля Это было интересное замечание Во втором тайме уже, да, там немножко состав изменился Наверное, сильный состав изменился Я думаю, что даже не с изменением состава, а с изменением установки Ростов ходил чаще вперед Забили три мяча Пропустили в концовке один не очень приятный момент Картам совершенно искренне расстроился Более того, Картам еще дало наставление футболистам играть по счету То есть при счете 3-0 Когда там Порошевлюк на бровке у него бегал Говорю, Валерий Георгиевич, ну можно мы там немножко поиграем? Он говорит, сиди, везем 3-0 Поэтому такое впечатление, что Ростов готовится к первой части сезона Уже целенаправленно Там, где ему нужно будет играть с большими командами Да, там Почназар в первом туре Потом будет ЦСКА, Зенит сразу Ростов Вот отрабатывает уже непосредственно Тот характер игры, который, скорее всего Там придется нам наблюдать Да, ну и Ростов еще окончательно не решил Задачи сохранения прописки Да, в премьер-лиге Потому что им надо очень так неплохо начать Вторую часть чемпионата Ну это будет очень сложно Потому что вот открой календар Ростова Слушай, открой календар Динамо, условно говоря Одного из конкурентов То же самое Ну, Динамо не бывает легкого календаря Ни в одном сезоне в последнее время Ну да, вот У Рубина может быть полегче будут Два стартовых матча К примеру, Анжи и Тосна Правда на выезде Ну, опять все относительно Спасибо большое, Филипп Я напомню, что это был наш ведущий Комментатор матч ТВ Филипп Кудряцев Который находится в Турции Там проводят сборы И Московская Динамо И Ростов, который сегодня обыграл Пражскую Дуклу со счетом 3-1 Дукла это 10-я команда чемпионата Чехии Славные времена ее позади 70-е годы Тут вопросы Дмитрию приходят Как бывшему игроку Локомотива Дмитрий, а вы не помните Такого игрока в локомотиве Как Селсиньо? Селсиньо, конечно, помню Которого называли новым Роналдиньо Почему, как вам кажется У него не получилось в локомотиве? Он был очень внешне похож Да, от этих кудряшки И внешне, наверное, что-то схожее То есть тебе не из-за этого назвали? 16 или 17 лет Он достаточно молодой к нам приехал Говорили, что прям талант Мне кажется, ему не хватило просто какого-то характера У него еще не было Какой-то достаточно еще ребенок, наверное, был Несозревший И поэтому он не заиграл Хотя вот на тренировках он порой творил какие-то чудеса Очень техничный футболист И просто не вырос Может, Москва на него плохо повлияла Не знаю Да, я вот сейчас смотрю Он отправился в спортинг Там тоже не заиграл Более того, вернувшись в Бразилию Он играл там в маленьких командах То есть он даже не играл в команде серии А Элитного чемпионата И вот это, наверное, одна из проблем Когда условный Неймар Приезжает уже состоявшимся игроком в Барселону Сколько ему там было? 23, да? Уже звездой Сантоса Или когда человек приезжает в 16 лет Мне кажется, это неправильно Но другой континент Не дорос немножко все-таки Надо было в своей стране до определенного уровня Доиграть и уже как-то готовым Идти в европейские чемпионаты Возможно, чего-то не хватило Потому что, ну, по данным, хороший футболист И мог вырасти Ну, какую-то, да, звезду Определенного уровня Но вот мы видим, что карьера сложилась неудачно Я помню, как раз его отправили в спортинг Как раз и меня приглашали И Марата Измайлова И Селсинию заодно И Селсинию забрали Но он там тоже не заиграл Потому что на фоне Марата Измайлова Мне кажется, он потерялся там Один из самых одаренных игроков Которых вы знали Самых техничных, ярких Вот кто, кого можете назвать Вот кого вы видели, с кем играли Ну, то есть про Марата, конечно Сейчас, да, можно говорить Что это один из самых техничных Из локомотива я бы хотел выделить Вебиору Ну, это такой бы техники И быстроты ведения Он с мячом бежал быстрее, чем Мы без мяча Поэтому, конечно, это фантастически Был у него дриблинг И жалко, ну, надолго его не хватило И, ну, на мой взгляд Таких, как Ласьков тоже Сейчас почти нет Сколько он давал голевых передач Особенно они все шли на ход Не в ноги, а именно в зоны Прямо точно в ногу Идеально было по исполнению Сейчас бы таких футболистов Как Ласьков, Титов Там еще поколение Не знаю, тоже определенное было Техничных футболистов Как Маминов, Хохлов, Дима и так далее Можете задавать свои вопросы Дмитрию Сеникову Звонить, писать Вайбер, Ватсап, 925-42-93-2 На телефон 499-60-60-93-2 А мы приветствуем в студии Дмитрия Томниковского Новости спорта Дим, привет Да, приветствую вас еще раз Итак, Федерация футбола Украины Отказалась от квоты На приобретение билетов На матчи Чемпионата мира по футболу Об этом говорится в официальном заявлении Пресс-службы организации Напомню, что в декабре прошлого года Национальная общественная телерадиокомпания Украина отказалась транслировать Жеребьевку группового этапа турнира А накануне стало известно Что Федерация не будет проводить И аккредитацию украинских журналистов Для освещения финальной части Чемпионата мира Полузащитник «Зенит» Олег Шатов Имеет несколько вариантов продолжения карьеры Как сообщает издание «Спорт» день за днем В аренде игрока заинтересованы Урал, Уфа и Локомотив Первые два клуба не готовы платить зарплату Шатова полностью Но являются для «Зенита» приоритетом Петербуржцы готовы взять на себя часть зарплаты игрока А вот в Локомотив, который готов полностью оплачивать зарплату игрока «Зенит» отпускать Шатова не хочет Поскольку, ну, просто не хочет усиливать конкурента И, как утверждает портал «Невские новости» Локомотив готов даже приобрести Шатова за 6 миллионов евро Нападающий Краснодара Ари тем временем перешел в Локомотив На постоянной основе По информации портала «Спорт-24» Московский клуб выкупил у краснодарцев права на 32-летнего бразильца Напомню, что за Локомотив «Форвард» выступает с февраля Прошлого года на правах аренды Первую половину текущего сезона Ари практически полностью пропустил из-за серьезной травмы И полузащитник Лестера Риат Морес продолжает выражать недовольство тем, что клуб отказался продавать его в Манчестер-Сити Сегодня Алжирец не явился на утреннюю тренировку команды Сообщалось, что Морес был крайне расстроен тем, что Лестер не отпустил его Это нормальная ситуация, Дмитрий? Я считаю, что не нормальная И пойдут, наверное, какие-то санкции, оштрафуют его Ну, как эмоциональное, может, состояние психологическое Может сослаться, что доктору пожаловаться, что не готов сегодня выйти Да, но и до этого он тоже не тренировался И в итоге в заявку на матч с Авертоном не попал К другим новостям Екатерина Макарова завершила борьбу на теннисном турнире в Санкт-Петербурге Во втором круге россиянка уступила чешке Катержине Синяковой С счетом 6-7-5-7 В четвертинале Синякова сыграет с француженкой Кристиной Младенович Действующая победительница турнира в Петербурге Одолела словачку Доминику Цибулкову в двух сетах С одинаковым счетом 6-4 Здесь стоит отметить, что Кристина прервала серию из 15 поражений подряд Выиграв свой первый матч за полгода В последний раз она побеждала в августе 2017-го И Сергей Мазякин продлил контракт с Магнитогорским металлургом Новое соглашение с 36-летним нападающим рассчитано на два года Напомню, что Мазякин выступает за Магнитку с 2011-го В нынешнем сезоне хоккейс провел в составе команды 42 матча Забросил 19 шайб и отдал 23 результативные передачи Спасибо большое, это были новости спорта с Дмитрием Томниковским Спорт-ФМ 100% футбола Продолжаем, меня зовут Игорь Хэтманов, Дмитрий Сенников, бывший игрок Локомотива Сегодня у нас в гостях, нам пишут Месси еще раньше приехал Ну куда Месси приехал? Месси с родителями приехал в детскую школу Барселону Он же не во взрослую команду приехал Барселона школа достаточно мощная, поэтому он вырос в такого футболиста Да, здесь как-то неправильное сравнение Сможет ли влиться в Барселону Каутиньо, так как влился Неймар Пассажиры, наверное, да? Сравнивают Нет, изначально, когда Неймар переходил в Барселону, наверное, он же довольно быстро там заиграл Да, Неймар вообще, мне кажется, без проблем, они сразу была тройка мощная Суарес, Месси и Неймар Каутиньо другого плана, он все-таки не нападающий, наверное Согласен, что на позицию? Может, возможно, кстати, и на подмену Ингесте Вот, похоже, да, все-таки он больше занимает такую роль центрального полузащитника Который будет снабжать передачами того же Месси, Суареса И, вот, не знаю, возможно, Барселона еще сделает покупку, чтобы играть в своем фирменном стиле в три нападающих А, возможно, и 4-4-2, да, потому что эта схема Вальверда приносила успех Да, все возможно, но Каутиньо, он играл в Роме, мне кажется, просто, ой, то есть в Ливерпуле Очень здорово и не должно каких-то проблем с вливанием Какое-то время, несколько игр, там, 3-4 игры должно уйти на то, чтобы они сыгрались Все-таки почувствовали друг друга на расположении, как правильно они располагаются на поле, кто куда открывается Естественно, это за, там, 2-3 недели, ну, сразу не наработаешь Но, я думаю, сейчас, уже в середине февраля, Каутиньо, мне кажется, должен раскрыться как раз Ну, хотя, да, он в Лидии чемпионов не будет участвовать за Барселону, к сожалению Но в чемпионате, по крайней мере, во всех матчах должен играть В Барселоне есть еще травмированный Дембеле, да, если говорить об игроках-атаке Ну, вот как раз 3 игрока-атаке, соответственно, и Каутиньо Дембеле, конечно, по уровню не мог так же соответствовать Неймару Каутиньо, наверное... Но Каутиньо может, кстати, и на позиции Дембеле сыграть Сказать всего, вряд ли Это все-таки вот, это игрок, который вот вместо Иньесты, вместо того же Хави, когда тот играл Это вот центральный, как сказать, дирижер, он солирует, он ведет игру немножко Потому что он из глубины поля, а Месси уже именно перед штрафной делает какие-то чудеса, творит Я думаю, должно у них получиться какая-то сыгрыность И Барселону еще, может, Красич не станет играть 499-60-60-93-2 Это телефоны прямого эфира Спорт-ФМ Так, вопрос по Белелединову Дмитрий, вам еще удалось поиграть с Белелединовым до того, как он уехал в Эвертон? Что с ним произошло после возвращения в Россию? Ну, наверное, и возраст в том числе, я уже не помню, сколько ему лет было Ну, сложно сказать, что возраст, да, но что он вернулся, в принципе, еще ему 30 лет не было Просто когда уже ближе к 30, наверное, какие-то травмы помешали Может, что-то в Спартаке у него там, да, не сложилось Хотя он же в том же Эвертоне вроде неплохо начинал Здорово, здорово, он начинал много голов, там, красивых, там, издали, я, по-моему, пробил То же самое, как и в Локомотиве, достаточно активно Ну, мне кажется, не хватило, может, каких-то физических возможностей Возможно Ну, то, что такой атлетичный английский футбол Поэтому он вернулся Ну, для Спартака он подходил и в нескольких играх выглядел достаточно достойно Я, ну, вот хочу сказать, что травмы, наверное, все-таки помешали как-то развиться его дальнейшая карьера А сейчас он пошел там на понижение класса, чтобы играть С одной стороны, его можно понять, просто играть Сейчас ему нужно почувствовать вот этот вкус, да, вкус опять мяча, футбола, вот этих ощущений, эмоций Я думаю, сейчас вот год, проведенный в Литве, возможно, и возродит его как футболиста заново Есть у нас звонки, Василий, добрый вечер Добрый вечер, у меня Дмитрий Синников, вопросик такой Как он относится к команде, за которой болеет Корешка и Лось Я про команду Тосно И вообще, нужна ли в Санкт-Петербурге вторая команда, имеет ли она смысл, как таковая Или, ну, как бы, Зенит собирает всю аудиторию лучше, чтобы команды, грубо говоря, выступали тот же Тосно в Великом Новгороде, в Амскове Ну, или не в Санкт-Петербурге играют? Ну, с точки зрения аудитории, наверное, лучше, потому что они в Новгороде собирали полные три... Я не знаю, почему запретили играть в Новгороде, но я понимаю, как, конечно, какие-то большие матчи против... Ну, Новгород не так далеко, а Тосно находится Против Спартака, против ЦСКА, ну, стадион маленький, ну, и что, что маленький, зато аршлаги были пять с лишним тысяч Там не достроили в Новгороде просто одну трибуну, и, конечно, по количеству немножко, по-моему, в рамки не проходят Ну, можно сделать исключение, Дмитрий, ну, а что, это же лучше? Было бы здорово, на мой взгляд, и там не хватает как раз в том регионе, в Великом Новгороде, каких-то крупных соревнований Народ бы ходил, я думаю, с удовольствием И Тосно, мне кажется, больше как раз относится и вот к этому району, чем к Санкт-Петербургу Она же официальная игральская область Да, есть вторая команда в Санкт-Петербурге, это Динамо, Санкт-Петербург, которая, в принципе, опять заново возродилась Исторический коллектив Да, и Тачилин сейчас главный тренер Хорошо, давайте, конкретно на вопрос, нужен второй клуб Санкт-Петербурга? Я думаю, нужен, и это целенаправленно, я думаю, идет все к этому, что когда-то Динамо-Санкт-Петербург должно выйти, наверное, в премьер-лигу И в Петербурге уже тогда будет, получается, три команды, если Тосно А вы же играли, да, по-моему, за вторую команду в Санкт-Петербурге, или вы не играли за питерский локомотив? Был локомотив в Санкт-Петербурге, я как раз два года там провел И осталась школа футбольная, которая до сих пор функционирует Прямо школа локомотив в Санкт-Петербурге есть? Есть, есть, но нету, получается, основной команды Так что будет здорово, не хватает вот именно еще одной команды, чтобы воспитанники детских школ переходили куда-то Потому что в Зените много иностранцев, и туда попасть, чтобы вот в основной, хотя бы в дублирующий состав, ну, достаточно сложно где-то там себя проявить А в этих командах достаточно, мне кажется, будет путь открыт для многих футболистов Потому что школы сильные, с Дюшор Зенит, Академия Зенит, потом тот же Локомотив и Коломяги Поэтому есть такой фундамент, который может дать новое поколение Ну тот же Марков, да, который был в Тосно, сейчас перешел в Московское Динамо, это же воспитанник петербургского футбола Много-много воспитанников петербургского футбола, которые играют сейчас по всей стране И иногда даже немножко обидно, что они не в самом Питере А наоборот, проходит какую-то школу, потом возвращаются, опять играют в Зените, но через какой-то этап Решающий матч чемпионата, Зенит-Санкт-Петербург, Локомотив-Москва, за кого болеет Дмитрий Сенников? Ну так как я больше, конечно, провел за игр за Локомотив, естественно, я болею за Локомотив, за ребят, которые сейчас в руководящем составе, за Юрия Павловича Семина и так далее Но за Зенит я тоже в чем-то переживаю, я буду болеть за них и в Еврокубках, и в других матчах И тоже у меня есть симпатии, как бы это мой родной город, куда от этого деться? Из нынешних футболистов Зенита, кто вам наиболее симпатичен по игре? Так сложно кого-то выделить, но... Вот в этом, наверное, и проблема Зенита в том числе Все достаточно ровные, тот же там Парайдо в центре, Кренвиттер, Кокорин здоровый, считаю, этот чемпионат проводит Поэтому много ребят, которых стоит выделить Ну, весь коллектив, наверное Спорт-ФМ Сто процентов футбола Сто процентов футбола на Спорт-ФМ Меня зовут Игорь Катманов Всем добрый вечер еще раз И напоминаю, что сегодня на Спорт-ФМ в гостях Дмитрий Сенников, бывший игрок московского локомотива Которому приходят вопросы в Абер-Ватсап 925-4-2-93-2 Спрашивают тут про лучшего правозащитника на взгляд Дмитрия Сенникова в мире на данный момент Ну, я не знаю, кто там Даня Алвес, может быть, Кровахаль есть, Уан Франк Кто вам больше импонирует? Ну, конечно, наверное, из таких клубов нужно выделить кого-то Поэтому, да, наверное, Даня Алвес и прошлый год великолепно провел и этот Посмотрим по Лиге чемпионов, кто на данный момент сейчас здорово будет играть Поэтому любого защитника тоже из Реала, того же, там, Кровахаль, Марселла, да Может, и слева, и справа сыграть без проблем Ну, и у нас на прямой связи сейчас мы поговорим об Испании Комментатор Матч ТВ Константин Генич Интервью Константин, приветствуем тебя Да, привет, ребят И здравствуйте, уважаемые радиослушатели Ну, первый вопрос тебе будет, наверное, по переходам несостоявшимся Потому что у нас проходит опрос на странице спорт.фм Вконтакте Какой бы несостоявшийся переход, хотели бы вы видеть Мореса в Манчестер-Сити, Промеса от Гемптон Смолов, один из клубов Премьер-Лиги, Джеков в Челси, Пастора в Интер Вот ты о чем-то жалеешь или все нормально? Не состоялись? Ну, я если жалею, то только с человеческой точки зрения Относительно неперехода Риада Мореса в Сити Потому что, когда футболист публично, да, и внутри команды Дает понять, что он пересидел уже в Лестре И хочет как-то новый виток совершить в своей карьере Причем, насколько я понимаю, Мореса это уже не первый заход Он как-то хотел перейти в Арсенал, вот теперь хотел перейти в Сити И если клуб вставляет такие палки ему в колеса И по итогу получается, что Морес остается в Лестре Без особой, может быть, мотивации уже играть за эту команду То вот по-человечески, наверное, этого футболиста жаль Потому что, на мой взгляд, и Лестр ему помог Стать игроком топ-уровня, которому интересуются топ-команды И он, наверное, Лестру и помог стать чемпионом И удачно сыграть в Лиге чемпионов И приобрести новый статус Поэтому на пожелание игрока можно было бы пойти И вести себя более компромиссно, что ли, руководству Лестре Тем более, если там фигурируют такие сумасшедшие суммы То, мне кажется, его можно было отпустить По-человечески, наверное, именно Мореса жаль А все остальные, несостоявшиеся трансферы И не уход Федора Смолова И то, что Пастора не перешел в Интер И то, что промеса осталась в Спартаке Я считаю, что это будни И в нынешней системе координат, наверное, были определенные Как объективные, так и субъективные причины У того же промеса и Смолова остаться в российской премьер-лиге И никуда не уйдеть То есть, совершенно правильно поступили и тот, и другой, на твой взгляд? Абсолютно Ну, то, что Смолов никуда не уйдет Было понятно уже после комментария Станислава Черчевского Когда он сказал, что я думаю, что Смолов останется в Краснодаре То есть, если главный тренер думает, что его лучший нападающий Один из лучших нападающих и основной футболист Останется в клубе российской премьер-лиге То между срок можно было прочитать, что Смола вряд ли рискнет Сейчас за полгода до чемпионата мира куда-то переходить Что касается промеса, то, мне кажется, его амбиции Простираются гораздо дальше, нежели возможности ресурса нынешнего Саутгемптона Все-таки промес видит себя в команде более самодостаточной И более зрелой, и более топовой При всех преимуществах английской премьер-лиги При сумасшедших зарплатах и сумасшедших суммах трансферов Я думаю, что промес себя видит в команде Скорее, ближе к еврокубковой зоне Даже может быть ближе к лиге чемпионов Если был предметный интерес в Ливерпуле То почему промес должен размериваться на предложение от Саутгемптона Я думаю, что промес прекрасно понимает, что летом у него может быть вариант поинтереснее, нежели Саутгемптон Поэтому, наверное, и он не ушел никуда Хорошо, Костя, а если конкретно, допустим, Эвертон или условный Весхам Юнайт Это та команда, которая соответствует амбициям промеса? Думаю, нет Думаю, нет Если, опять-таки, если был предметный интерес Ливерпуля, он себя уже видит в футболке Ливерпуля Эвертон ближе, наверное, для него с точки зрения статуса, нежели Весхам Потому что Весхам команда, которая все время балансирует при хороших финансовых возможностях и составе Команда, которая все-таки ближе к низу турнира на таблице, чем к верху и ближе к топовым командам Поэтому промес, насколько я могу судить по его интервью и по его амбициям Он все-таки футболист, который знает себе цену И он не хочет превращаться из игрока-лидера чемпиона страны на данный момент Команда, которая играла в Лиге чемпионов В посредственного и среднего игрока Который может потеряться где-то там в серединке турнира на таблице английского чемпионата Поэтому мне кажется, что промес выжидательный находится в позиции Как и руководство Спартака, которое понимает, что меньше чем за 25 Они промес точно не отдадут Я думаю, что промес ждет предложение команды уровня Если мы говорим про Англию Ну вот действительно, примерно уровня Топенхэма или Ливерпуля Ну и теперь об Испании Мы с Дмитрием Сенеком рассуждали Сегодня Барселона играет с Валенсией Это полуфинальный матч Кубка Короля Рассуждали о будущем Каутине Все-таки Каутиню, наверное, будет играть в Барсе на позиции Иньеста Или какие-то другие еще есть варианты? Ну были другие варианты Потому что, например, с Иньестой они уже вместе играли в последний матч с Соловесом И там немножечко была другая диспозиция Да, его можно в перспективе в дальнейшем рассматривать, наверное, как сменщика Иньесты Или как футболиста, который в ротационной системе Вальверде будет играть на позиции Иньесты Но я думаю, что и они вполне органично могли рассмотреться на поле вместе Я думаю, что Каутиню с головы до пятого Он абсолютно по своему функционалу адаптирован и подходит такой команде, как Барселон Именно по тому футболу, который сейчас Барселон демонстрирует Вопрос только времени Сколько ему потребуется, чтобы стать максимально своим и максимально полезным для Барселона Потому что я вспоминал, как Неймар приезжал тоже в статусе звезды В статусе главного бразильского игрока Но он довольно быстро заиграл Да и нет, я бы не сказал У него первые месяцы это хоть стой, хоть плак Хоть падай Потому что там не было никакой инициативности Он не брал игру на себя Он скорее подыгрывал Он чувствовал себя очень скромно и сдержанно Где-то даже закрепощенно Это только со временем Неймар стал тем Неймаром, за которым нужно было заплатить 222 миллиона И вопрос Неймара был просто первый опыт европейский А в Кугутиньо этот европейский уже опыт есть Плюс он уже в Испании играл за Испаньо Я думаю, что у него адаптационный период должен быть гораздо меньше Но я не рассматриваю его на данный момент исключительно как альтернативу и замену Ньесту Не, не как альтернативу Может быть как Чави, условно говоря Естественно, он может и в паре с Ньесту играть Нет, 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 нет Это точно не Чави Потому что такие игроки просто стучные товары И Каутиньо, да Каутиньо, я футболист иного склада, иных характеристик и иного функционала Я думаю, что он скорее ближе туда Не к роли навигатора, да, игры, как это делает Ближе к атаке Ближе к атаке Хави или Бускет, да, он ближе к атаке Он как футболист помогательный для пары Суареса и Месси Я думаю, что вот в этой роли он может быть не такой заявлый индивидуальщик И не такой дриблер, как Неймар Но с точки зрения командной игры Каутиньо вполне может в Барселоне быть полезнее Ну и твой прогноз на матч Барселона-Валенси Потому что игра очень любопытная Очень любопытная, действительно Валенси не сдюжила в матч с Реалом по счету, да, проиграла 1-4 Но по игре смотрелись достаточно бойко Но не хватило, может быть, целенок из-за 120 минут в кубке против Лавеса Здесь времени прошло достаточно, чтобы восстановиться Но Барселона понимает, что она хочет сделать себе задел перед ответной игрой Которая пройдет на Месале А на Месале играть в последнее время в Барселоне архи сложно Поэтому в предыдущих стадиях, на предыдущих стадиях Барселона ответный матч проводила дома Когда играла из Пельта и с Испаньолом Сейчас немножечко другая картина И мне будет очень интересно посмотреть Как Барселона постарается сделать себе задел перед ответной встречей И как будет этому противостоять Валенси Я думаю, что это действительно очень интересный матч Но Барселона, скорее всего, выиграет Но учитывая, что у нее не так все надежно в обороне Есть момент практически в каждом матче С участием Барселоны ее ворот Я думаю, что Валенси с ее разнообразной атакой и быстрой атакой Моментик реализует Но Барселона, скорее всего, выиграет И, тем не менее, пропустит И еще варианты на ответную игру, разумеется, осталось Спасибо большое, Костя Это был Константин Генич, комментатор Матч ТВ Реклама Едет он по темному лесу дремучему А деревья перед ним словно расступаются Карабкается по горам непроездным А дорога будто сама перед ним стелется И добрался он до тех мест, где растет цветочек орики Mitsubishi Outlander С ним хоть за 3,9 земель Сказочная выгода до 200 тысяч рублей Mitsubishi Motors Реклама ООО ММС Рус Предложение ограничено Выгода при покупке Outlander 2,4 2018 года Выпуска действует при сдаче в трейдинг автомобиля С исключением автомобилей отечественного производства, достигших возраста 10 лет Спорт ФМ Будь первым До чемпионата мира по футболу осталось 134 дня Спорт ФМ Мы делаем спорт ближе До начала программы ТОП Спорт осталось 15 минут А сейчас 100% футбола Дмитрий Сенников Сегодня в гостях у Спорт ФМ Двукуратный чемпион России в составе московского локомотива Меня зовут Игорь Катманов Можете присылать свои вопросы Вайбер и ватсап 925-4-2-93-2 И телефон прямого эфира 8-499-60-60-93-2 Вопрос пришел Дмитрий И как вам игра Игнатьева в роли правого защитника И почему Семен не купил или не взял на эту проблемную позицию какого-то игрока в зимнее окно Вообще Игнатьев, насколько я помню, даже номинальный форвард Ну он атакующий игрок В любом случае он играл правого полузащитника Когда еще первый раз пришел локомотив при мне Если было брать, то, наверное, надо было брать в прошлом году Когда только его начали использовать на этой позиции Естественно, сейчас со временем Влад очень сильно прибавил И мне кажется, его можно даже рассматривать в национальную сборную России Как вот один из кандидатов на эту позицию правого защитника Он достаточно уверен, он прибавил в тактическом, самое главное, плане Делает правильно подстраховку, подключается к атакам Все пока здорово, без нареканий То есть здесь никаких проблем у локомотива нет? На мой взгляд нет В прошлом году еще какие-то были моменты, где он заигрывался немножко, вперед убегал Позиционно неправильно Но сейчас мне кажется, что нету каких-то проблемных у него моментов Все-таки, да, допустим, если слева есть Лысов и Денисов Да, то справа получается Игнатьев без альтернативы практически Почему? Пичейнович, альтернатива достаточно хорошая И несколько раз он играл в этой позиции, достаточно уверенно подключался И для него нету проблемы, где играть, на какой позиции Тем более сейчас Чорлука поправится, уже поправился, играет в товарищеских играх Поэтому, возможно, какие-то перестроения, если кто-то устал или получит травму, не дай бог То можно варьировать состав по-разному Еще Баринов есть Который тоже можно использовать и в середине, и в защите где угодно И даже Фарфан И играл справа на этой позиции в каком-то матче Фарфан? Да Ну, Мок, он играл, если в три защитника, играл комотив, он играл правого, линейного, атакующего игрока Латераля так называемого Кстати, Фарфан для вас, наверное, тоже сюрпризом стал большим Да, сюрприз, потому что в прошлом году никто не верил в него Думали, ну, приехал доигрывать Но, все-таки, это мастеровитый игрок И который, благодаря через работу, подопытным руководством главного тренера Обрел новую молодость И то, что он показывает футбол в этом чемпионате Конечно, фантастически И бежит, и забивает, и отдает Все делает то, что нужно То, что от него хотят, наверное Поэтому молодец Но все, получается, через работу Он стал постоянно играть Набрал оптимальную форму И дай бог, чтобы он продолжался в таких кондициях как можно дольше Ну, здесь, наверное, еще имеет значение, куда ты попадешь К какому тренеру Вот, часто говорят Это попал к своему тренеру Да, а что, вот, на взгляд Что в себя включает это понятие? Ну, самое главное попасть к своему тренеру Который тебя правильно использует Твои сильные качества И, мне кажется, Юрий Павлович умеет на этом сыграть Потому что кто-то должен отдавать передачи Кто-то отбирать мяч И чья-то работа может быть и незаметная Но она эффективная Он, наверное, взял от Фарфана то Что нужно для этого локомотива Он им объяснил, как нужно действовать Тот нашел взаимопонимание с партнерами И все Мне кажется, они сыгрались отлично Фернандеш, Миранчутия и Фарфан Мощная ударная сила локомотива Вопросы приходят Дмитрию Сенникову Дмитрий Гильермо в локомотиве Долгое время играл в дубле Вы помните, как он вдруг стал основным вратарем? Вообще, каким он был первые годы в России? На самом деле, очень перспективный вратарь Я помню, когда он приехал Молодой, высотий, с хорошими очень данными Просто в начале карьеры ему немножко не повезло У него сразу было две травмы Крестообразные мышцы колена Естественно, он только восстанавливался Пытался составить конкуренцию галкиперам Нашим Но опять получил эту травму И опять заново Работу Ну, возможно, вот в этой ситуации Как раз у него и проявился этот характер Мы видим сейчас, что он вырос У настоящего лидера команды Что он попал в сборную России Что в локомотиве он состоялся как игрок Это самое главное И болельщики его любят И достаточно он надежный Помнит ли Дмитрий Сенников свой первый гол в чемпионате России? Первый гол в чемпионате, по-моему, я забил Не помню Нет, я помню, почему Нижнему Новгороду мы играли Локомотив тогда Нижний Новгород Да, локомотив против локомотива играл И я замкнул на дальней штанге Играл правого защитника Прострел По-моему, Альберт Сартисян мне сделал И мы 1-0 выиграли в Нижнем Новгороде Тогда Очень было сложно И, наверное, благодаря этому голу Потом как-то моя карьера лучше стала двигаться А в чем сложность тогда была игры в Нижнем Новгороде? Там же Общинников тренировал Да, да, Борман И противостояние двух тренеров Которые, наверное, такие были Мощные, глыбы Он характером Потому что я помню, у нас Гена Нижегородов Когда играл в локомотиве В московском уже А он до этого играл в Овчинникова Он рассказывал, что Ну, просто на сборах Он их готовил как гладиаторов А в чем это заключалось? Ну, по физподготовке Они там бегали какие-то 100 по 100, допустим Ну, метров, рывков Они 2 часа могли только какие-то старты делать Или заниматься А они футбол вообще играли на сборах? В том-то и дело Это неизвестно Они были очень физически готовы Характер, боевитость И всегда с ними было сложно играть А поляна тогда нормальная была в Нижнем? Ну, что-то вообще В то время поля были, ну, наверное, не совсем лучшего качества Иногда смотришь там предыдущий матч Когда мы с Реалом играли в Лиге Чемпионов Ну, и сейчас сравнить Ну, за 10 лет намного стали поля лучше И сейчас условия для футболистов Ну, гораздо комфортнее То есть вас немного иногда удивляет, когда после матчей... Говорят, что поле плохое Да, поле плохое Очень удивляет Плохие условия И так далее и тому подобное Дмитрий Сеников Двукратный чемпион в составе московского локомотива Сегодня у нас в гостях Очень много вопросов уже в один или тот же человек присылал Помните ли вы Дмитрия Круглова? Парня из Эстонии Я как раз, да, ну, вспомнил Диму Сейчас еще посмотрел в интернете Оказывается, он уже больше ста игр сыграл за сборную Эстонии И еще до сих пор он продолжает карьеру По-моему, в Левадию перешел Молодец Хороший, талантливый парень Такой крепыш Чем-то был на Роберто Карлоса похож Мы его даже сравнивали Но что-то не задалось тогда в локомотиве Видимо, конкуренция была большая Поехал по арендам Сейчас вернулся опять в Эстонию Ну, все нормально Как человек отличный, да Но 100 матчей за сборную Эстонии сыграть, неважно Вообще за национальную сборную Это достижение Ну что ж, я благодарю Дмитрия Сенникова Напомню, что сегодня в гостях у Sport FM был Дмитрий Сенников Двукратный чемпион России в составе Московского локомотива Много мы тем обсудили, затронули В том числе и с вами пообщались, уважаемые радиослушатели Я, Игорь Катману, с вами прощаюсь До завтра Завтра ждем уже в этой студии Юрия Розенова Всем пока